И снова здорово, с вами Маркус и в этом ролике мы с вами пройдем испытания на время и испытания на время на рейси, за которые мы получим по 100 тысяч долларов, так что не переключайтесь. А перед началом ролика зайдите в мою группу по прокачке, качаем быстро, дешево, а самое главное без банов. И вот вышло обновление и стоит закупиться валютой, чтобы жить на широкую ногу. А самое главное не забудьте подписаться на мой канал, я каждую неделю выкладываю ролики о новых скидках и бонусах, также о новостях в мире GTA Online и еще много интересного контента, так что добавляйте братишка, не хватает именно тебя. Ну и по традиции начнем с того, что я вам покажу как их найти. Для начала мы заходим в меню взаимодействия, параметр отображения, другое, там находим испытания на время на рейси на 38 месте и ставим параметр показать, а чуть повыше на 18, гонку на время тоже ставим параметр показать. После этого у нас на карте появятся два маркера, один рядом с военной базой в форте Занкуду, это будет у нас испытание на время на обычном транспорте, а уже ближе к городу на кладбище у нас находится испытание на время на рейси. Ну и начнем же с испытания на время на обычном транспорте. Данное испытание у меня уже было на канале и для меня оно кажется относительно легким, хотя в принципе маршрут у нас простраивается GPS-никам уж очень длинный, но ехать мы будем грубо говоря по диагонали, то есть по всяким возможным пересеченкам, как вы видите. Но это только для одного бати 801, с которого мы и начинаем. В принципе, братишки, объяснять маршрут я не вижу смысла, потому что здесь толком ничего не объяснишь, потому что едем мы не по дорогам, а просто по каким-то горам, так что сами смотрите и запоминайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот я прошел испытание на время на бати 801 и прошел я, конечно, тютю в тютю. Дается нам времени 1 минута 44 секунды, я же успел за 1 минуту 43 и 998 тысячных, это прям мое самое максимальное приближение, которое я когда-либо видел, проходя испытания на время. Ну и следующим я решил взять сегодняшнего фаворита, это Шицудзу Хако Чудрак. И вот для данного мотоцикла у нас будет чутаря другой маршрут, потому что бати все-таки он более маневренный, юркий и все такое, а у Хако Чудрак преобладает именно скорость. Именно ей мы будем брать данные испытания и трасса у нас простраивается чуть-чуть по-другому. То есть, как вы видите, мы едем постоянно по дороге, не скачем как угорелые по всяким горам, а едем сначала только по дороге. А уже в конце по прямой сокращаем сторону нашего чекпоинта. Ну и погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот мы прошли испытание на время на Шицудзу Хако Чудрак. И хочу заметить, что это самое лучшее время, по крайней мере, у меня, возможно, вы сможете пройти и улучшить его. Я где-то совершал, возможно, какие-то косяки. Но это была моя первая чистая проходка на нем. И, как вы видите, результат минуты 37. Следующий я решил взять, еще один популярный байк. Это Нагасаки Шатара. И погнал я его тоже по такому же маршруту, потому что, опять же, у Шатара тоже преобладает именно скорость, неуправляемость. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот мы прошли испытание на время на Нагасаки Шатара. Следующим я хотел взять бенефактор Krieger. Но сколько же я не пытался на нем пройти, все-таки данная трасса для, как минимум, как минимум, Krieger не подходит. Возможно, кто-то из вас прошел на какой-то определенной машине, напишите мне обязательно, чтобы я хоть знал, на чем мне стоит в следующий раз пытаться. Ну а так, Krieger здесь чуть-чуть не вытягивает, хотя мне не хватало где-то чуть больше полусекунды. То есть, где-то я запарывался, возможно, в пролетах. То есть, мне постоянно не хватало, и это вот мой самый лучший результат. Ну а перейдем же к испытанию на время на РС. И Рокки нам подогнали к Хэллоуину тематическую карту на кладбище. Мы уже на ней частенько катаемся, так что большая часть из вас уже знает все повороты, все заворота на этой трассе. Кто еще не видел, то обязательно смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот мы прошли оба испытания на время. Получили за каждое по 100 тысяч баксов. И как обычно, я бы вам, братишки, рассказал, какими фармами на этой неделе стоит лучше заниматься. Но с учетом того, что у нас двойные выплаты только на хэллоуинские режимы, но как я знаю, платит там не шибко много. Так что я бы советовал вам каким-нибудь казино грабить, проходить того же самого Богдана, либо же возить коробки или тачки продавать. Всякой фигней такой подобной заниматься, потому что на этой неделе фармы, интересно, нам броки не подкинули. Возможно, вы будете заниматься заданиями в свободном режиме, если будет скучно вдруг возить коробки или будет какой-нибудь КД висеть. Это тоже, в принципе, нормально, потому что там можно чуть-чуть побольше получить. Фармить клубы это тоже такое себе. Конечно, тройные выплаты, но это только 30 тысяч за 48 минут, а это надо постоянно поддерживать популярность. Есть, конечно, старый лайфхак, если у вас популярность на нуле, просто купить нового диджея за 100 тысяч, потом каждые 48 минут приезжать в клуб и за 10 тысяч, да, купать популярность, чтобы у вас постоянно была популярность 100%. Каждые 48 минут вам будет приходить по 30 тысяч, и вы, в принципе, будете в профите на 20 тысяч. Ну, это прям такая тема, конечно. Если вдруг у вас так простроится фарм, что у вас будет где-то в промежутке 48 минут, и вы успеваете кататься туда, то действуйте. Я вам прикинул примерную схему. Ну, а на этом, братишки, все. Кстати, по поводу лофофора. Я в своем паблике скинул карту, так что обязательно заходите, посмотрите. То есть там карта со всеми лофофорами. Возможно, конечно, местоположение не прям уж точное, но максимальное. То есть, если что, вы зайдите, посмотрите, чтобы их собрать, потому что за ней дают по 5 тысяч опыта. Если кто еще не знал. А это для новичков очень хороший фарм. Ну, а на этом все. Если вам понравился данный ролик, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Поставьте лайк и не забудьте прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А также у меня есть паблик ВКонтакте. Так что и туда тоже подписывайтесь, потому что иногда YouTube забывает отправлять вам уведомления о новых роликах. А мы не забываем их выкладывать. Так что вам придет либо от YouTube сообщение о новом ролике, либо из ВК. Так гораздо даже лучше. Ну, а я с вами прощаюсь и удаляюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!